Сборная Бразилии Сборная Бразилии Сборная Бразилии Самар-Арена Самар-Арена — это уникальное спортивное сооружение, единственное в мире с точки зрения сложности конструкции и уникальности архитектурных форм. Я не знаю, Георгий, достаточно ли 45 тысяч мест для космического корабля, на который и похож новый самарский стадион, но для футбольной Самары этого вполне должно хватить. После проведения чемпионата мира на космос-арене свои домашние матчи будут проводить самарские крылья Советов. Состав сборной Бразилии сегодня. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы и игру, конечно, по ходу встречи можно варить. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Матч начался. Мексиканцы в центре поля. Без всяких усилий перехватывает игрок этот матч. Паулини. Какой-то, знаете, между собойчик. Это может быть опасно. Защита надежно играет. Мяч отобран. Андрес Гвардар. Неймар. Перспектива вообще может стать лучшим игроком в мире. Как думаете? Ну, сложно судить. Талант у него есть. Весь вопрос в том, насколько он выдержит вот то давление, которое на него будет оказываться с каждым годом. Когда с каждым годом от него будут ждать все больше и больше голова. Баутиню. Здорово сыграла оборона. Удалось блокировать удар. Филиппе Каутиню. Марселло. Жезус. Бразилия из аутов ведет мяч в игру. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Бразилия из аутов. Эрнандес. Карлос Вела. Бразилия из аутов ведет мяч в игру. Мяч у соперника. Жезус Паулини Филиппе Каутинь Хазимир Добреет Жезус Забирает мяч Эктор Эррера Успешно навязал борьбу Теперь придется побороться еще раз Передача голкиперу Медленно развивается Аут в пользу Мексики Дорожить нужно мячом А не дарить его соперникам Белла Тут надо было просто вынести мяч Что защитник и сделал Андрес Гвардан Отобран мяч Надо возвращаться Вилья Вперед идет Бразилия Навес в центр штраф Голкипер выходит И нейтрализует угрозу Мигель Лаю Тиаго Сил Хазимир Каутинь Паулини Посмотрим за этой атакой Вся команда сидит в обороне И даже не собирается атаковать Мексика пробьет штраф Белла К основному времени орбитер решил добавить 2 минуты Мексиканская сборная Переходит в атаку Филиппе Каутинь Стоит отметить четкие действия игрока Уходит команда на перерыв Говорим об этом путнично Потому что очень путничный Нулевой счет Константин, скажи, как на духу Неймар, как, по-твоему, первую половину Мне кажется, что он сегодня играет Очень неважно Он малопродуктивен И у него просто какой-то колоссальный процент брака Вторая половина встречи у нас началась И если она будет такой же скучной, как и первая То я тогда не знаю Разбудишь меня после сейчас А может быть, ты меня разбудишь Потому что я, честно говоря, никак не могу проснуться после таймы первого Жезус Бразильцы с мячом Они идут вперед Нет, не дошел этот пас До адреса Базимир Паулини И разрезающий пас на ход И с мячом он идет вперед Баутиньо Удар Невероятное спасение Ближний штангель Без проблем играет на выходе вратарь Мяч в его руках Перехват мяча И можно начинать атаку в обратную сторону Атака прервана Мяч улетел куда-то в сторону Андрес Нужно забивать и выходить вперед Замена в сборной Бразилии Мяч улетела Немероятное спасение Немероятное спасение Миранда Жезус Ку-ку, чужие ворота в другой стороне Играют в пасы Есть адрес у этой передачи Фаулиньо, какое спасение Здорово играет голкипер Из хорошего положения наносил удар Соперник, но вратарь молодцом На коротке Решили разыграть угловой Удар по воротам От пород будет 5-4-2 Из очень выгодной позиции Промахнулся игрок команды Бразилии Киты явно расстроен Соперник, но вратарь молодцом Карлос Вела Корона Сборная Мексики идет в атаку Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Накрывают Миранду Марселу попал под прессинг Тут нужно понадежнее сыграть Тиаго сил Тайсон И это игра в Барс Молент для удара Тащит удар голкипер Великолепное спасение С такой дистанции сложно не попасть И залетим мяч в сетку Мы бы уже знали победителя Навешивает Неймар Кутинью Вратарь намертво забирает мяч До конца игры 7 минут Корона Кабьер Эрнандес Вектор Эрнен Посмотрим за этой атакой Кабьер Эрнандес Уверенно сыграл на перехвате И вернул мяч своей команде В составе сборной Мексики Будет замена Баутинью Неплохо действует игрок Мяч отобран и что дальше Вперед идет Бразилия Какой удар Это удар Да Направляет он мяч Совсем мимо ворот Однако технически такой удар Конечно было очень сложно Исполнить Неймар Руберто Фирмино Кажется игра так и закончится Ничьей Судья дает свисток Счет у нас равный Соперники достойны друг другу Дополнительное время пошло Посмотрим Как его проведут команды Грамотный пас Все по делу Есть варианты для паса И как пробеет И мимо ворот Мяч идет Да и стоит все таки Отметить действия команды В обороне Они помешали пробить точно Почитал передачу Неймар Хороший по задумке пас Защитник надежен Разрядил обстановку Дал возможность Передохнуть своей команде Это может Нужно забивать И выходить вперед И это гол Счет у нас Наконец-то открыт Давили, давили они И все таки Своего добились Неожиданный гол От этого вратаря Сегодня наверное Стоило ожидать Игры на ноль Да уж Не очень сильно Вписывается в логику Того что происходило Вокруг его ворот Но видимо Случилось то Что должно было случиться Продолжается матч у нас Сборная Бразилии впереди Эктор Морен Лос-Ано Мексиканская сборная Переходит в атаку Хороший вынос мяча Без штрафной Андрес Гвардат Такие передачи Растягивают Разрывают оборону Соперных Болельщики поют Кричат Благодарят они Свою команду На исходе матча Поддержка трибун Это очень важно Для команды Команда сегодня побеждает И болельщики Благодарят игроков Две минуты Добавляют Сборная Мексики Идет по атаку Нет Не дошел этот пас До адреса Есть шанс Развернуть Контратаку И вперед Он идет Тут может быть Опасно Надо забивать И гол Перед в счете Следствие перевеса В игре Инициатива Мяч Территория Количество опасных моментов Все на одной половине поля Ну и следствие всего этого На табу И это его второй гол Дубль он сегодня оформляет Давайте посмотрим еще один повтор этого года Хорошее настроение у тренера У его команды сегодня все получается Чет 2-0 Укрепила команда Своё преимущество Немного отдохнут игроки И сыграют еще 15 минут Команды начинают второй дополнительный тайм Это последний тайм-матч Руберто Фермин Очень хорошо друг друга партнеры чувствуют Игра в пас просто на высоте Да и глаз радуется Что к сожалению в наше время Не о каждой команде можно сказать Надо забивать Голкипер справляется с этим ударом На отлично Гвардар Примассированной обороне Всегда легче и правее Он накручивает соперников одного за другим И как опасно пробил Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать Тайсон Неймар И пробил Рядом со штангой мяч проходит Неплохой получился удар Чуть поточнее И точно был бы гол Это может быть опасно Есть тут возможность к воротам убежать До конца второго добавленного арбитром тайма Остается 2 минуты Слишком сильно Мяч у вратаря был К основному времени Арбитр решил добавить 2 минуты Игра головой Был фолк Тут нечего обсуждать А что насчет карточки Блестящий он сыграл Теперь надо грамотно распорядиться мячом Потерял он мяч Но кому он достанется И закончилось дополнительное время А вместе с ним и весь матч Субтитры добавил DimaTorzok Навес в центр штрафно. Галкипер выходит и нейтрализует угрозу. Каутиню. Удар. Невероятное спасение. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Нужно забивать и выходить вперед. Паулиньо. И это игра в обороне. Момент для удара. Это можно... Нужно забивать и выходить вперед. И вперед он идет. Тут может быть опасно. Паулина. 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 Нет. Паулина. Паулина. Субтитры сделал DimaTorzok